Погода вносит коррективы в работу скульпторов, которые сейчас творят на базе этнопарка. Напомним, в эти дни там проходит седьмой по счету международный симпозиум по скульптуре «Финоугорский мир. Память». Десять мастеров из Норвегии, Венгрии, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Коми воплощают свои замыслы в камне. На этот раз процесс носит практически экстремальный характер. Любовь Лапина знает почему. Это для обывателя камень – недошевленно тяжеловесная масса. Для этих людей глыбы – живая материя. Они говорят, у каждого своя история. Это зависит от, где смотреть это. Здесь, например, я вижу совсем другую форму. А здесь – это мата, это человек, это ребенок. И лошадь тоже, это голова лошади. Вдохновляет скульпторов не только прелести Иба, но и сами легенды, которыми богато это место. Идея Александра Выборова создать плывущего на камне по волнам Стефана Пермского родилась прямо здесь. Когда вчера были на экскурсии в селе Иб ездили, вот экскурсовод как раз эту легенду и рассказывал. То, что он поднимался вверх по течению. Короче, это у него было как средство передвижения. Это такая легенда. Я решил эту легенду воплотить в жизнь. А вот так в конечном итоге будет выглядеть скульптура Макклоди Шандора Дюлы. У необычной статуэтки на самом деле сакральный смысл. Это уберег для всего коми народа. Такой подарок венгерский художник решил сделать нашей республике в благодарность за радушный прием. Это фигура человека. Это его лицо. Это античная древняя священная фигура, которая раздвигает свои одежды. И потому одежда выглядит как юрта. И оттуда выходит человекообразный меч, который является символом Аттилы. И мы называем его божественный меч. Все участники практически в один голос говорят. Место идеальное для проведения симпозиума. Причем не только по условиям проживания. Главное это ландшафт и энергетика. Именно садово-парковая скульптура сюда вписывается органично. Общаться же со своими камнями скульпторы могут в любое время. Будто раннее утро или закат. Один лишь минус. Погода. Было несколько дней, когда шел дождь. Два дня он был очень сильный. Было несколько моментов, что инструменты намокали и приходилось их сушить. И министр культуры республики рассказала, что она была в церкви и молилась за хорошую погоду для нас. Так что мы уверены, что все будет хорошо. Времени до окончания работы осталось не так много. Экспертный совет начнет работу 20 августа. В его составе профессиональные искусствоведы, в том числе из Российского союза художников. И представители галереи. Любовь Лапина, Елена Красильникова, Константин Стротиенко, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.